Шёпот смерти Ответ на этот вопрос затрагивает самую сердцевину иудаизма и его отношение к жизни человека и её ценностям. Он заставляет нас ещё раз задуматься над сущностью закона о чистоте семьи. Тора — учение жизни. Тора повелела почитать жизнь задолго до того, как Альберт Швейцер начал проповедовать этот принцип. «Древо жизни она для придерживающихся её». Притчи 3.18 сказано о Торе. Тора сама определяет смысл заповедей, утверждая и живи, исполняя их. Вейкра 18.5 А наши мудрецы прибавляют «Живи, а не умирай». Санедрин 74 А. Первому человеку было разрешено есть только фрукты и овощи, и запрещено было употребление в пищу мяса. Только намного позже, после потопа, разрешил Господь человеку есть мясо. Древнейшее вегетарианство является ярким выражением отношения иудаизма к святости жизни. В то время, как жрецы Древнего Египта, страны, из которой вышел наш народ после долгого пребывания на чужбине, посвятили свою жизнь служению смерти, они составляли персонал своего рода культового похоронного бюро. Священничество Израиля освящало жизнь. Куэму, священнику, запрещен всякий контакт с мертвым, исключая семь категорий близких родственников из членов семьи. Запрещено скверняться прикосновением к мертвому и даже находиться с ним под одной крышей. Ради сохранения или спасения жизни, еврею разрешено приступить все заповеди Торы, за исключением трех грехов. Жизнь, без сомнения, почитается Торой одной из величайших ценностей. Анализ разных видов нечистоты обнаруживает то, что объединяет их. Это контакт или связь со смертью. Самая большая нечистота возникает от соприкосновения с трупом или его частью. Но и другие виды нечистоты связаны со смертью прямо или косвенно. Проказа, например, является одной из форм нечистоты. Она представляет собой болезнь, связанную с постепенной дегенерацией частей тела и их отмиранием. Смотри Бамидбар 12.12. И поэтому наши мудрецы учат, что прокаженный подобен умершему. Имеющий истечение из тела тоже нечист, ибо самопроизвольное истечение семени есть утрата потенциальной жизни. Когда же речь идет об истечении гноя, то и такая патология, несомненно, отрицательно влияет на мужской детородный орган, источник жизни. Это верно и по отношению к женщине в период нечистоты, поскольку в этот период она теряет еще неоплодотворенную яйцеклетку. И эта потеря потенциальной жизни, это нашелктывание смерти, приводит ее в состояние нечистоты. Так же и во время родов исторгает женщина из своего тела организм живой или бывший живым, а потому она рассматривается как нечистая. Субтитры создавал DimaTorzok